Автомобиль Фрея Фаруха должен был быть первым, который эвакуировали на штрафстоянку. В свой Хюндай водитель припарковал под запрещающим знаком, но вовремя подоспел. Погрузить и увезти машину не успели. Оправдывается, раньше никогда не нарушал правила. Всегда оставлял автомобиль во дворе. Вчера у нас во дворе оставили объявление, бумажечки вот такие вот, о том, что будут вестись ремонтные дела дороги. И вот пришлось. Штраф за неправильную парковку Фрея Фаруху полицейский все равно выписывает. Это полторы тысячи рублей. Владельцу этого Форда придется потратиться еще больше. Автомобиль отправляется на штрафстоянку. Эвакуация и простой от пяти тысяч рублей. То, что автомобили будут убирать местные власти, предупреждали не раз. Например, знаки на юбилейном проспекте появились еще полгода назад. Но водители так и не привыкли паркуются. Стоянку запретили и на других центральных улицах. В начале месяца там также установили знаки. Сейчас пришло время серьезных мер, говорят в администрации. Сегодня начали с юбилейного проспекта. В четверг будем на улице Молодежная. Ну и так будем чередовать. Будем отрабатывать практически без исключения все улицы в городе. Задача такая поставлена. Будем стремиться и наводить порядок. Бороться власти города будут и с оставленными большегрузами. Эвакуировать их сложнее, чем легковушки. Нужна специальная техника. Но и они в итоге окажутся на штрафстоянке. На Котовского 8 обустроили территорию. В прошлом году коммунальщики вели там масштабные работы. Ремонтировали теплотрассу. В результате вырубили 45 деревьев. Возместили ущерб полностью. Высадили молодые саженцы канадского клёна в том же количестве. Приживутся. Мы как бы их закупали в питомнике. Специально выращенные. То есть они, если посмотреть, приходят к нам в горшках со своим грунтом. Поэтому, я думаю, приживутся. Кроме этого, в сквере Нокотовского засеяли новый газон и заасфальтировали дорожку. Риотовский военкомат готов к очередному осеннему призыву. Он стартовал сегодня, 1 октября. Из нашего города на службу отправятся 50 новобранцев. Напомним, что с этого года призывникам выдают небольшую армейскую сумку со средствами личной гигиены. А также персональную карту, на которой будет храниться вся информация о солдате. Уже началось обеспечение каждого призывника персональной электронной картой. Естественно, этот процесс продолжается. То есть теперь каждый военнослужащий прибывает в воинскую часть с индивидуальной вот такой картой персональной. Риотовчане по традиции будут служить в западном военном округе. Торжественные проводы новобранцев пройдут в середине ноября. По традиции их ждет экскурсия в городской музей и возложение цветов на Аллее Славы. Две дисциплины и сто участников на турнире по конному спорту, посвященному открытию сезона, такое впервые. Наездников в два раза больше, чем в прошлом году. И соревноваться им в два раза тяжелее. В конкуре и выездке. В конкуре главное преодолеть препятствия. Получалось это далеко не у всех. Пройти дистанцию без помарок оказалось очень сложной задачей. Желаний и стремлений у юных наездников много, но мастерства еще не хватает. Я оцениваю как бы среднее, что у меня половинка училась, а половину нет, не смягчала руку. Ну, надо тренироваться, вот, тренироваться прыгать и учить езду наизусть. На выездке задача другая. Наездник на площади размером 16 на 32 метра демонстрирует элементы управления лошадью. Самая главная сложность, чтобы удержать лошадь, именно чтобы она слушалась и чтобы слышала всадника. Плавные движения и остановки, серпантины и каскады шагов рысью. Все элементы исполняют строго по правилам, но импровизация в действиях всадников не исключается. Самое главное показать гармонию между пони и всадником. Что оказалось впечатление, что пони сам с удовольствием все это делает, а всадник сидит просто сверху и отдыхает. Эти соревнования еще и путевка на другие турниры. По итогам многие воспитанники конных клубов войдут в сборные Москвы и области. Пройдя региональный уровень, они уже смогут принять участие и в чемпионате России. Сегодня днем будет в районе 6 тепла, облачно, но без осадков. К вечеру станет холоднее, около плюс 4. Ветер северный с порывами до 7 метров в секунду. Это данные сайта Яндекс.